Национальная галерея Коми собирает деньги на сайт об авангарде и андеграунде, причем с помощью современного метода краудфандинга. Это так называемый коллективный добровольный сбор средств с людьми, которым интересно то или иное направление и есть желание помочь финансово. Сейчас таких площадок достаточно много в интернете. На одной из них, планета.ру, и появилась заявка от Национальной галереи Коми. Любовь Лапина сообщит подробности. На запасниках Национальной галереи свыше 10 тысяч различных произведений. Среди них как изобразительное искусство зарубежья 17-20 веков, так и русское тех же времен. Иконопись, медное литье, современные творения. И все это зачастую скрыто от наших глаз. На то, чтобы выставлять все, элементарно не хватает площадей. Да и сами творения должны храниться и экспонироваться в строгом соответствии с нормами. Для каждого произведения искусства свои требования. Мы сейчас находимся в фондохранилище графики. Это самое большое в нашем музее собрание произведений искусства. Здесь около 4 тысяч предметов. Но графика – это такой вид искусства, который подвержен очень световому влиянию, влиянию температуры влажностного режима. И графику нельзя долго показывать, не более двух месяцев. Выход – временные и передвижные выставки. Впрочем, охватить все направления все равно дается не так часто, как хотелось бы хранителям культурного наследия. Так, в собрании скопилось сразу несколько уникальных коллекций российского искусства 20 века, которые по разным причинам не вписывались в идеологию советской культуры. Произведения этих авторов редко встречаются в собраниях государственных музеев. А потому в галерее полагают, это направление будет интересно многим – культурологам, историкам, художникам и просто любителям искусства. И со временем собралась такая коллекция, ну, не скажем так, неофициального искусства. Это и авангард 10-20-х годов русский, это и андеграунд, это и репрессированные художники, и художники, которые, в общем-то, не вписывались в систему соцреализма. И, собственно говоря, захотелось все это показать и захотелось озвучить те результаты наших исследований. Все это, причем, сделать в таком популярном немножко формате, чтобы это было интересно, заманчиво, и чтобы люди все это видели. Галереи отмечают, конечно, они могли бы сделать сайт самостоятельно, так сказать, на коленке. Но хранителям хочется создать серьезный и эстетский продукт с профессиональными фото, интерактивными программами и обратной связью, где кураторы смогут консультировать всех желающих по интересующим вопросам, а сами посетители делиться своей информацией. Цена вопроса всего 80 тысяч рублей, сумма небольшая, и под федеральную целевую программу не подходит. Выбирая же между грантами и краундфандингом, галерея решила остановиться на последнем, более продвинутом варианте. Эта система, она достаточно простая, во-первых, с одной стороны, а с другой стороны она прозрачная. Она позволяет проследить пользователям, которые вкладывают эти деньги, на что они были потрачены, то есть мета. И, кроме того, она не требует того мытарства, тех отчетов, которые требуют, скажем, гранты. Поэтому в этом случае она удобнее. Уже известно и название будущего сайта «Реализм без берегов». Выбрана не случайно, это отсылка к книге Роже Городе, лейтмотив которой – критически отнестись к догмам соцреализма и пересмотреть рамки самого понятия «реализм». Так ли актуальна эта тема век нынешний, покажет сам денежный сбор. Галереи отмечают, даже если сумму и не удастся собрать, практический толк от краундфандинга они все равно получат. Ведь, по сути, это один из способов провести социологическое исследование. Интересны ли современному обществу авангард и андеграунд? Любовь Лапина, Олег Истрамин, телеканал Юрган. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!